75-летие МДТ временно превратило театр Европы в кинотеатр, где на большом экране зрителям демонстрируют фильмы-спектакли, снятые на основе известных постановок прошлых лет. Открыл цикл ретроспективных показов «Легендарный дом», поставленный на сцене МДТ 40 лет назад по одноименному произведению Федора Абрамова. Перед публикацией «В новом мире» роман, подвергся серьезной цензурице, как и ПСС требовал от автора внести более девяти сотен правок, для молодого режиссера Льва Додина, предложившего поставить столь острое произведение на театральных подмостках. Это был крайне смелый шаг. Спектакль долго играли, как полузапрещенный. Телеверсию сняли лишь в 1982-м, спустя два года после премьеры. Слыхала, какие времена-то были. Я говорю, откажись, парень, отца-то, откажись. Пропадем оба. Тогда я тем, кто отца-то отказывался, послабление давали. Не откажись, мама, не откажусь. Мне интереснее всего, насколько эти мысли и чувства окажутся близки тем, кто сегодня смотрит. Потому что было бы, конечно, замечательно, и я вспоминаю, мне кажется, что, несмотря на то, что прошло так много времени, такой большой отрезок, очень многие мысли, чувства, ощущения остались современными и своевременными. Каждый такой показ завершается живым диалогом создателей спектакля со зрительской аудиторией, возможность пообщаться с частью звездного состава, бесценный дар и для молодых артистов, и для театралов со стажем. До конца этого года на сцене МДТ можно будет вспомнить еще три известные постановки, снятые 12 лет назад чеховскую пьесу без названия «Платоновский чевенгор» и «Московский хор» Людмилы Петрушевской. Продолжение следует...